Привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим насчет аирдропов и так далее, да, там, и вообще обсудим эту тему по чуть-чуть, да, начнем ее обсуждать и освещать, да, можно сказать так, потому что тема очень хорошая, тема очень прибыльная и тому подобное, да. Давайте сегодня поговорим насчет Сюи, Айронфиша, Зекосинка, Кубериума и Маджик Крафта, да, там, и обсудим вот эти проекты там и разберемся в них, да. Все вы знаете, ребята, насчет Айронфиша, да, недавно он запустился и, думаю, большинство зрителей моего канала майнят его сейчас тоже, да, он там был по 6 долларов, по-моему, или что-то вроде, и сейчас упал до 3 долларов с копейками, да, майнинг чуть-чуть не очень выгодный, но немногие из вас знают, например, что до того, как он стал майниться и вообще у него запустился мейннет и тому подобное, у него был тестнет, да, в тестнет, ну, вы могли узнать об этом, и у него были еще ноды, да, и, короче, вышло так, что ребята, которые держали там в течение года ноды, они получили за это прибыль в районе 136, не то, 146 Айронфишов, да, за то, что держал ноду. В большинстве случаев каждый из вас может поднять ноду, это очень легко и вообще без проблем это можно сделать, да. Некоторые поднимают не одну ноду, а по 100 нод, некоторые по 1000 нод и так далее, и сейчас вы дальше умножаете сами, да, там, каждому человеку на старте зачислилось по 146, ну, скажем, или по 136, да, Айронфишов, и это в среднем выходило где-то в районе 1000 баксов, да, и я вам скажу, это нормально, когда у тебя одна нода 1000 баксов приятно, а когда у тебя 10 нод, 10 тысяч еще приятнее. А если у тебя 100 нод, сколько там, нормально, да, зачислилось бы, да, ребят, так что вот такой вариант. Конечно, ноды надо, чтобы зачислять, держать там, надо покупать серверы и так далее, платить за них и тому подобное, при этом ты не знаешь точно, типа, запустится, дадут тебе что-то за нее, не дадут и тому подобное. Вот в случае с Айронфишем за это дали. Так что вот так, будем искать такие проекты тоже. Следующий проект Сьюи, да, вот только недавно он залистился, да, и его на многих биржах он залистился, а до этого его тоже раздали людям, да, и я один из тех, кто его получил, скажем, я, Давид, и, то есть, даже не я, а моя супруга и Давид, да. Как это бы его получили, да, вы спросите. Короче, один из наших подписчиков, мой с Давидом, написал нам, типа, Леван Давид, у меня, короче, есть аккаунты на Сьюи. Сьюи раздавали как? За то, что за активность в Дискорде у них, да, вы, когда у них было все это в тесте, да, и так далее, ты туда зашел на начале, зашел в Дискорд и там просто активничал в Дискорде, писал что-то, привет, здорово, как дела, так далее, да, там. И они, короче, сказали, типа, напиши ваш Дискорд аккаунт, если он до какого-то там промежутка времени был зареган где-то там давно, то ты будешь участвовать в Аирдропе. Аирдропе на биржах, да, на Байбите, да, и на Кукоине, и еще на какой-то бирже. И, короче, тебе дают возможность поучаствовать в этом во всем, да, в покупке ихних токенов, да, а покупка за, скажем, за 3 цента за токен, 3 цента за токен, запомните, ребята. И, короче, этот парень нам дал спасибо ему большое, кстати, я не знаю, можно назвать его имя или нет, да, но давайте сохраним это втайне, да, потому что, может быть, человек не хочет светиться, да, об этом, да. И, ну, ему огромное спасибо за это. Полторы тысячи баксов на полу не валяются, да, нигде, можно сказать так. Короче, он написал то, что у меня есть 5 лишних аккаунтов, я не хочу их регать на, типа, на РФ прописку, да, там, в биржах, да, и, если может, на какие-то другие. Я грузин, у меня супруга тоже имеет грузинские права и так далее, мы зарегистрировались, ну, на этой бирже, на Байбите, я был так-так зарегистрирован, верификацию прошел. Моя супруга тоже, Давид тоже по правам зарегистрировался на ней, и, короче, из 5 человек получила у нас двое, да, это моя супруга и Давид, да. Каждый получил по полторы тысячи этих, как-то он зовут, Сьюи. Из них, ну, 20% мы отдали человеку, как с ним договорились, так что вот так вот вышло. Успели их продать за 1 доллар 10 центов, где-то вот так, скрин тоже где-то здесь будет. Вначале они на OKX или где-то, они залистились по 4 бакса, да, вот, если бы за 4 бакса можно было бы продать, да. Когда начались торги на Байбите, это было где-то в районе доллара 60-70 центов, но за это не смогли продать, там, биржа, это, ну, короче, вы сами понимаете, что там происходит, пипец полный. За 1 доллар 10 центов продали, потом до 1 доллара 20 центов она поднялась, и потом опять, по-моему, упустилась или что-то такое. Короче, как-то так. Но все равно заработали на этом деньги, да. Тысячу, сколько у меня, 1300 с чем-то долларов у меня осталось, да, за это. Очень круто. Если бы участвовали в этом бы вы тоже, то было бы у вас тоже такое, да. Также, ребята, вы же помните, что мне где-то год назад прилетела там Magic Craft, да, вот этих монеток, да, это игровой проект, как вы все помните, да. И тогда у них ничего не было записано, и сделано никакой игры, ничего. Сейчас на данный момент у них имеется уже игра на айфоне, да, видите, вот тут он называется Magic Craft, да. И это игра наподобие этого, как-то он зовут, Dota или LOL, да, кто играет, тот будет знать, да, там. Ты можешь на телефоне, сейчас она включится, я вам покажу, можешь поиграть в нее и в это, да. У них своя, это как-то называют, инфраструктура там и так далее. И я пока что держу их монетки, я же их не продал же до самого конца, да, как вы помните. А тут у меня еще и игра вышла, да, при этом при всем, да. Вот такие разные боксы там открывают там и так далее, да, и тому подобное, да, как он в этом. Все. Вот такие персонажи, да, там, и бегаешь там, играешь, как в этом. Как в Dota или в LOL, да, да. Прикольная игра, посидел, поиграл, покайфовал, да, и это. Ребята, молодцы, сделали то, что это, да, там, думаю, сейчас еще больше подразкрутят ее, и, наверное, ее токен тоже еще поднимется, да. Короче, насчет этого тоже посмотрим и увидим, да, что там будет. Но все равно было приятно получить от них в свое время airdrop, этот дропчик, который они забросили, да. И еще такая одна, вот, если пойдем по играм, еще новая метавселенная выходит, сейчас Кубериум называется она. И она вот только-только начинает выходить, сейчас у нее бета-тест, да, идет на данный момент. И если у вас есть, например, специальный код, да, по нему вы можете зайти и ее потестить, да. У меня есть этот код, и я вот зашел, потестил ее, посмотрел, да, и посмотрим, что там будет с ней. И если хотите, вы тоже можете зайти посмотреть, да, там могу поделиться этим кодом, например, в Телеграме, напишите мне или что-то, и я вам дам этот код. Зайдите туда, посмотрите. Если вам понравится, то можете покупать ихние токены, да. Так, ну что, вот так это выглядит, сейчас сделаем фуллскрин, вот так выглядит эта метавселенная, как тут ходить, кнопка не ходить. Так, вот, клозинг. И что у нас еще есть, видите, банк есть. Можно и бегать. Погнали. Прикольно. Сама эта метавселенная от создателей Bitcoin Wide, Bitcoin Wide, я думаю, многие из вас знают, это та платформа, на которой вы можете засерчить, что находится рядом с вами, которая принимает криптовалюту, объекты, да, разные, да. И там объекты по всему миру у них есть, и по Грузии, да, там в России, в Украине, и в Европе, можете смотреть, где какие объекты, где что принимают и так далее, и можете их использовать, да. Очень хорошая, интересная платформа, да, тоже. И вот они вот сейчас выпустили свою метавселенную. Она, конечно, больше для того, чтобы привлечение, например, каких-то компаний, каких-то бизнесов и так далее, которые открывали бы свои виртуальные филиалы бы в метавселенной, и мы, как юзеры, с ними бы взаимодействовали, да. Вот такой вариант, да. Как идея, тоже супер, прикольная, нормальная, да. Надо смотреть, что будет и как будет там в будущем, да. Ну, я думаю, что можно посмотреть, поиграть в нее и так далее, да, там. Вот такой вариант. Еще у нас, например, ЗК-Синг, да. Уже многие, наверное, я думаю, о нем слышали и от меня слышали и так далее, да, там. И почему-то на этот ЗК-Синг сейчас у многих надежда на то, что он будет вторым арбитрумом, да, именно по дропам, да, и там и так далее, да. Потому что у них, типа, сам проект тоже прикольный, хороший, нормальный, да. И, типа, все ждут от него почему-то аэродропа, например, как был там у разных других, да. И этого аэродропа ждут в течение года. А что там надо делать на этой системе? Все очень просто. Надо просто поменять их токены в их сеть, да, погонять в их сети, что-то поменять туда-сюда. Я вот так делаю, да. Погонять туда-сюда, там, где-то застейкать, где-то это сделать, где-то то сделать, там, подобное. Просто показать имитацию бурной деятельности, да. И БД, да, помните, так в школе говорилось и на работе, да, и БД показываешь, да, имитацию бурной деятельности, и тебе прилетает зарплата. То же самое там. Сразу же подписался на их и Дискорд, и Телеграм, там, все, что у них есть, на все подписался. Там тоже буду писать, привет, ребята, как дела? Чтоб, типа, на будущее, может быть, они айтуда разыграют, да. Ну и чем раньше вот в эти, во все сети влетаешь, да. Например, как было в прошлый раз, да. Там, чуваки, кто раньше влетел, тот больше получил, да. Кто позже влетел, тот чуть меньше получил. Получил, да, там, в аирдропе, да. Ну, в этих значислениях, да. Так что, вот, насчет закосинка тоже так думают, да. Будем смотреть, разбираться и так далее в этих, во всех проектах. Я вообще подумал, и ноды запускать, да, уже буду и так далее, да. Я, конечно, больше еще в этого уйду, потому что там именно реально может насыпать тебе сразу же хорошо и много. Да, я понимаю, для запусков нод, например, нужно покупать, поднимать сервера, да, для того, чтобы их запустить. Ну, не для одной, двух нод, да, там, а, скажем, там, 50 нод, если ты хочешь запустить и нормально на этом заработать, надо на это делать, да. При этом надо заплатить денежки, да, за это, конечно. Да, каждый может запустить ноду на своем компе, я думаю, без проблем и все, получишь просто единичный аирдроп и так далее. Но в случае, например, с тем же Ironfish'ем, это тоже нормально, тысячу баксов просто получаешь, а комп все оно у тебя включен, да. Просто надо выбрать такие проекты. Если вам интересно про такие проекты, ребята, слушать и так далее, напишите в комментариях, да. И я побольше поищу вот таких проектов, куда можно, например, вложиться, куда можно, например, это сделать, как там зовут, построить ноду там, поставить, запустить ноду там, поучаствовать в каких-то их тестнетах и тому подобное, третье-десятое, да. И вместе можем это все поделать, да, там, буду находить какой-то проект, буду снимать насчет него видео, да. Будет, я думаю, интересно, да, тем более, если мы сможем еще с этого заработать все, это будет вообще еще в разы интереснее, да. Для нас всех, да. Так что вот так, ребята, это было краткое видео о том, что надо во всем этом участвовать, ребята, не забывайте об этом тоже. Тут хорошие деньги тоже крутятся во всем этом и так далее. Будьте это, как там зовут, как сказать, будьте на... Знаете побольше и будете больше зарабатывать, можно вот так сказать, да, вот, как-то так. Ну, успехов нам всем, как говорится, да. И ссылочки на все проекты будут внизу в описании, ребята, так что заходите, можете все посмотреть и так далее. Все эти проекты там, что новенькие и так далее. И все. Если вам понравилось видео, такой формат, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик, да, там, как говорится. Ну и пишите в комментариях, интересно ли вам такие видео или нет. А с вами, как всегда, был Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребят. Пока!